Приветствую всех, друзья! 14 мая 2022 года. Я в Алуште. С вами канал Дневник Коренного Крымчанина. Сегодня пройдемся по улице Горького, выйдем на улицу Ленина, посмотрим ход работ на центральной набережной. Ну все по порядку. Друзья, вот куда смотрит камера. Это улица Горького, а это улица Первомайская. Здесь очень много всевозможных маленьких бутиков и магазинчиков, где продают овощную и фруктовую продукцию. Ну и также и мясо, и молоко. Но это рынок. Магазин Гогонек, продукты. Здесь торговый комплекс Бриз. Сота, гаджеты, связь, парк там, ювелирный и аптека. Ребят, и давайте я вам покажу клубника. А почем клубника? 300 килограмм. 300 рублей килограмм. А наша крымская? Маша сарайная. Пожалуйста, выбирайте. До обеда сорваны. Ребят, лам дышит. Они же краснокнижные, их же рвать нельзя. Да это же садовый мужчина. В лесу там кабаны охраняют, олени, да. Олени это серьезно. Самый старший там горный козел. А, ага. Ребят, ну мы с вами идем дальше. Вот здесь остановка. С этой остановки можно уехать в профессорский уголок. А эта двойка возвращается на троллейбусное кольцо. Вот выросло какое-то строение, но непонятно. Ни паспорта нет, ничего нет. Вообще как-то выбивается архитектура. Из общего вида. Наверное, магазин будет. Кому интересно, здесь мобильные аксессуары. Ремонт телефонов. Магазины Дельвейс. Цветы, авторские работы. Крымские сладости. Это сладости для радости. Крымские наши, да? Крымские, турецкие. Вы турецкие. А вы недавно открылись? Недавно. Этот магазин недавно. Ага, ясно. Спасибо. У нас еще хорошая торговля. Ну, на улице Горького много всевозможных гостевых домов, гостиниц. Ну, людей пока еще я не вижу. Сейчас перейдем на другую сторону улицы. Деревянный сруб. Это тоже гостевой дом. А это, друзья, мушмула. Поварищи такие. Гостевой дом Виват. И кафе также называется Виват. Это магазин называется Город мастеров. Здесь все сделано своими руками. Подарки ручной работы. Если помните, в моих раньше видео стояла такая большая Баба-Яга. Но пришли новые мастера. И вот уже совсем другая Баба-Яга. И вот это все новые игрушки. Сейчас в магазин зайдет, посмотрим. А подскажите, пожалуйста, адрес Горького. Друзья, Горького 41. Магазин. Город мастеров. Ручная работа. Вот это настоящее Баба-Яга. Баба-Яга. Спасибо большое. Удачи вам. А мы с вами идем дальше. В магазин цветы. А вот эта улица школьная. Историческое название переулок Рафаковский или ранее Кузнечный. Ребята, сейчас я вам покажу. Глициния цветет. Это пора цветения. Это ильяны. В Ялте, кстати, будет проходить фестиваль глицинии. Так она растет. Обалденно красивый цвет. Пройдемся немножко по улице школьной. На улице школьной также много всевозможных гостевых домов. И в прошлом году я здесь снимал. Это Прометей. Старое здание. И здесь находится база отдыха университета. Крымского университета. Ну, сейчас все закрыто. Здесь зайти невозможно. Но как откроется, я еще раз сделаю полный обзор. Ну, а мы с вами идем дальше. Отель Ламинго. Ну, он раньше строился как отель. Но здесь в основном офисные помещения. Здесь магазин одежды. Московский. И гостевые дома. Алкомаркет. Магазин правильных напитков. Улица Багликова. Это дорога в центр города. А вот это улица Саранчева. Тоже. Это вся горка. Сдаваемый район. Каштаны цветут. Каштаны. Замечательная погода сегодня. Сегодня 18 градусов тепла. Ребята, давайте я вам еще покажу глициния. Это цветущая лиана. Друзья, я снимал гостевой дом Ирина. Но мы сделаем чуть-чуть попозже полный обзор этого гостевого дома Горького 15. Вон там и даже телефон есть. Плюс 7, 978, 766, 82, 60. И там великолепная наверху терраса. Открывается вид на горы, на море, на всю Алушту. Так что, добро пожаловать в гостевой дом Ирина. Тоже магазин правильных напитков. А это санаторий Алуштинский. Но не пускают. Парк, конечно, тут великолепный. Но зайти невозможно. Кафе Старый Город. Здесь же на втором этаже отель Вита. Сейчас я вам покажу номера телефонов. Продуктовый магазин здесь же. Здесь мобильная связь и стационарный телефон. Сейчас мимо проходим гостиница Москва. Гостиница Пещера. Прокат велосипедов. И также электросамокаты. Давайте рассмотрим цены. Можете обратить внимание на наш сайт. Белого Алушта. Там очень много интересных предложений. Белого Алушта у вас сайт, да? Есть. Да, у нас есть и пешие маршруты, и велопрогулки. Можете зайти посмотреть. Хорошо. А можно у вас взять и посмотреть? Да, пожалуйста. И тут же сайт есть, да? Да, да. Давайте посмотрим, ребят. Вот. Сейчас я вам покажу. Велопрогулки. Интересно. Так, а цена вот велосипеда? Ну, смотрите. Если один час стоит 200 рублей, с утра до вечера, с 10 до 6 вечера 100 600 рублей. Понял. А электро? Электро... Ну, два часа 500 рублей. Ясно. Большое спасибо. Спасибо. Детская одежда. Магазин подарков. Кафе Пиабери. Дальше здесь караоке. Дегустация крымских вин. Алушта Горького 9Б. Ресторан караоке Киви Киви. Есть телефон. Начало 18.00. Здесь же в парке Дельфинарий Акварель. Крым в миниатюре. Ну, друзья, подошли мы к троллейбусному кольцу. Еще чуть-чуть и будем на набережной. Пройдемся сейчас по аллее коммунальщиков. Посмотрим Альпийскую горку. Единственный кинотеатр в Алуште. Кинотеатр Шторм. Поставили скамейки для отдыха. А мы в Лире подойдем сейчас. Вот, смотри, он сделает. Альпийская горка. Ну, уже видно, включали тестово в режиме. Розы начинают распускаться. Скейт-парк. Ну, и взрослые тоже занимаются на этой территории. Колесо крутится. Возле гостиницы Агора плитка уже выложена. Но эту дорогу оставили, потому что машины ездят. Это, чтобы не развивали плитку. Крымский сувенир. Ограждение уже убрали. Сейчас отделка магазинов идет. Сквер Пушкина также. Плиточка. Будет новая. И здесь же в сквере имени Пушкина находится музей-магазин Камня и Самоцветов по адресу улица Ленина, 6Б. Друзья, сейчас я зашел в магазин Мир Камней и Самоцветов. Так что вы не переживайте. Магазин остается на прежнем месте. Там, где он и был. Правильно я говорю? Спасибо. Хорошо. Все, спасибо. Ребята, ну и вот эту территорию полностью облагораживают. Будет, по-видимому, все по-новому. Можно ее. Нет, только при мне. Ну, глобальный ремонт сквера имени Пушкина. Ну, с вами дальше пойдем сейчас на набережную. Посмотрим, что там на Берме творится. Пушкин. 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 друзья хочу напомнить что алуште в этом году 120 лет 31 мая сегодня просматривал блок новостей в алуштинских новостях озвучили также в активной фазе подготовка города предстоящему курортному сезону и дню города строительные работы на центральной набережной ведутся в администрации надеются что все будет исполнено в сроку осталось каких-то 16 дней вот так сейчас выглядит берма и все коммуникации будут находиться на земле ну как-то так ну плитку завезли сейчас подойдем к фонтану рыбак посмотрим ну сама чаша стала намного больше рыбак стоит здесь рядышком и там дальше еруса апарт-отель семиэтажное здание а мы подойдем сейчас с вами к ратонде вот так сейчас выглядит мадрежная 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 мы будем намного в мадрежная к Субтитры сделал DimaTorzok 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 Друзья, ну вот такая прогулка у меня получилась по Алуште Прошел по улице Борького Показал вам ход строительства на набережной На центральной набережной С вами канал Дневник Коренного Крымчанина Подписывайся на канал И также на мой канал Яндекс Дзен И Телеграм канал Всем, друзья, удачи и добра Еще увидимся Пока-пока